Чтением бюджета сегодня занимались городские депутаты. Самые горячие дебаты пока разворачиваются вокруг социально-экономических прогнозов на следующий год. От этого зависит, как будет порезан бюджетный пирог, кому достанется кусок больше или меньше. Ну а многим народным избранникам сегодня уж очень хотелось, чтобы этот пирог был слаще, чем обычно. Почему? Повод знает Анжела Брик. У Екатеринбургской думы день рождения, но настроение у депутатов совсем не праздничное. О юбилее никто и не вспоминает. Вместо прошлого избранники обсуждают будущее, планируют городской бюджет на следующий год. Оптимизм финансистов разделяют не все. Мы прогнозировать ничего не можем, так так и напишите. Мы не можем прогнозировать все, одна строчка, и не надо тратить бумагу, время и все остальное. Кому-то не нравится прогноз, голосование определит, как депутаты относятся к данному прогнозу. Я не вижу вообще ничего криминального в этом прогнозе, нормальный прогноз. Истина в жарких спорах в Думе рождалась даже 230 лет назад. Правда, тогда гласных, как называли народных избранников, было всего шесть. Только в 19 веке представительный орган власти стал более-менее похож на современный по своему составу и по проблемам. Бюджетных денег всегда не хватало. Поэтому зачастую гласные сами сбрасывались на благие дела. Обсуждения доходили до того, что депутаты рвали друг другу бороды. Сейчас их отпускают без опаски. Заседания проходят сравнительно мирно. К тому же в зале есть дамы. Женщины в Думе появились, потому что 230 лет назад женщин у нас не было. Они давали свои дарительные грамоты для мужчин, и те решали вопросы. И кроме того, что юбилею Думы 230 лет, то как раз 100 лет, как пребывает женщина в Думе. Думы современных депутатов касаются огромного спектра вопросов. От установки скамеек в парках до стратегического планирования. А вот их предшественники занимались в основном хозяйственными делами. Это вопросы благоустройства, строительства новых дорог, вопросы, связанные с развитием образования, здравоохранением и так далее, и так далее. То есть, по сути, те вопросы, что решались несколько сот лет назад, они сегодня и остаются актуальными. Именно благодаря Думцам в Екатеринбурге появились школы, больницы, роддом, банк и дороги. Символом заботы депутатов о горожанах являются вот эти гранитные столбики. В 80-е годы 19 века городская Дума решила замостить дороги. Однако ездить по каменным мостовым было неудобно, пассажиров очень трясло. Поэтому извозчики гоняли по обочине, поднимая клубы пыли. Чтобы пресечь это, депутаты и установили ограждение. Судя по истории Думы, со временем представительный орган стал более демократичным. Так, пару веков назад, чтобы стать депутатом, нужно было быть богачом. Городскими головами обычно были люди состоятельные, потому что не все имели право избираться и принимать участие в выборах. Нужно было достигнуть возраста 25 лет и пройти имущественный ценз. То есть избираться в гласные могли только люди, имеющие годовой доход не менее 50 рублей ассигнациями. Теперь же все решают не деньги, а доверие горожан. Люди судят избранников по делам. На некоторые приемы приходили бабушки, собственными руками вязали носки. И эти носки дарили в знак благодарности, вот именно чувственным отношением к ним. Не потому, что у них там материально что-то от меня появилось, а именно потому, что вот как бы общение, вот искреннее желание помочь, оно отзывалось в сердцах этих людей. Возможно, именно поэтому голосование сейчас открытое. Тех, кто поднял красную карточку, то есть проголосовал за, сразу видно. А в давние времена все было автоматизировано. Мнение большинства выясняли с помощью шариков. Вот такой обратный прогресс. Анжела Брик, Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга.